С повышением температуры воздуха в горах Алматинской области активизировалось таяние ледников, вследствие чего этот наступил селеопасный период. В отдельных районах начаты работы по опорожнению наиболее прорывоопасных моренно-ледниковых озер. Отмечается, что в окрестностях Алматы имеется 51 моренное озеро. Из них прорывоопасными являются 6, а потому сотрудники специальных служб внимательно следят за состоянием горных рек близ населенного полта в Алматинской области. В обязанности специалистов входит и контроль за уровнем мутности реки Талгар. Пока что ее показатели в норме. Всего в Зайлийском Алатау насчитывается более 230 горных озер. Сотрудники КАСС или Защиты круглые сутки следят за тем, чтобы вода из озера стекала в реку. Отметим, что подобных водоемов в Талгарском районе 5. Ежедневно специалисты собирают информацию и передают ее на пульты экстренных служб. Сотрудники гидростанции оперативно представляют нам необходимую информацию. Поднимается ли уровень воды, с какой скоростью. В то же время на пост гидроузла в Талгаре поступают сообщения и о состоянии рек. Последний раз поводок на реке Талгар был в 2014 году. Тогда огромный поток воды остановила плотина. Водохранилище Талгар, построенное в 2005-м, может принимать и пропускать 80 кубометров воды в секунду. Однако сейчас она течет по трем каналам. Мы приложили все усилия и направили всю нашу технику в эту точку. Проводим очистительные работы. Дополнительно укрепляем дамбы, чтобы при осадках не было ее смыва. То есть это дополнительные работы по укреплению. По мнению специалистов, опасности подтопления в Талгаре и других населенных пунктах нет. Расход воды в реке умеренный. Однако спасатели обращаются к туристам и любителям горных прогулок лишний раз не забывать о правилах безопасности. Айслужа Андосова, Аманжол Женкешев, телеканал ЖИЦУ, Алматинская область. Продолжение следует...